История нашей подписчицы Аллы, рассказываю с её слов. Каждая женщина мечтает о здоровом ребёнке, я тоже была, не исключением. Мы с супругом очень хотели малыша, готовились к беременности. Когда тест показал две полоски, нашему счастью не было предела. На сроке в 8 недель я встала на учёт в женскую консультацию, а в 12 недель пошла на первое УЗИ. Это было так волнительно, впервые услышать стук сердца своего ребёнка. Однако по лицу врача я поняла, что с малышом что-то не так. Она стала говорить какие-то медицинские термины, из которых я смогла понять, что малыш, возможно, с синдромом Дана. Я пребывала в какой-то прострации. Как? Как так получилось? Врач направил меня на дополнительные анализы к врачам-генетикам, а также сказал, что необходимо будет пройти повторное УЗИ через 2-3 недели, чтобы точно подтвердить диагноз. Из клиники я вышла на ватных ногах, слёзы лились градом. Я не могла поверить, что всё это происходит со мной. Что если диагноз подтвердится, что тогда аборт? Нет, я не смогу избавиться от такого желанного ребёнка. Но что скажет муж, что если он не захочет особенного ребёнка? Я решила пока ничего не говорить мужу. Следующие 3 недели я провела за чтением информации о детях Данах. Я поняла, что они такие же, как и обычные дети, только немного отличаются и отстают в развитии. Диагноз подтвердился, у меня ребёнок Дан. Я уже свыклась за эти 3 недели с этой мыслью, поэтому эта новость меня не подкосила. Я думала, как рассказать об этом мужу, решила зайти издалека. Стала рассказывать историю, что у девочки в очереди ребёнок с синдромом Дауна, и что она решила его оставить. Муж особо не слушал мою выдуманную историю, а когда я спросила, что бы он сделал, если бы и наш ребёнок был бы таким, то он ответил. Я бы не хотел такого ребёнка. Я так и не смогла ему рассказать. Я подумала, что когда он увидит ребёнка, то ему будет всё равно на диагноз. В назначенный срок я родила мальчика, муж был очень рад. Я отправляла ему такие фотографии, чтобы не было видно, что с сыном что-то не так. Мой обман скрылся на выписке. Муж берёт свёрток с сыном, смотрит ему в глаза, и я вижу его удивлённое лицо. С ним что-то не так, шепчет мне муж по дороге домой. Уже дома, освободив сына от ненужной одежды, муж мог рассмотреть его получше. Он не понимал, что у ребёнка с глазами, тогда и призналась, что наш сын с синдромом Дауна. Муж был в ярости. Он кричал, что засудит врачей, ведь они не сообщили раньше об этом. Тогда мне пришлось объяснить ему, что я знала об этом ещё очень давно, но не смогла ему рассказать. Мужу моё признание ошарашило. Он весь остаток дня ходил потерянный и не подходил к сыну. Так прошла ещё неделя. Муж не подходил к сыну, а со мной не разговаривал. Я думала, что он привыкнет, примет ребёнка, но всё стало ещё хуже. Когда сыну был месяц, муж пришёл с работы и начал собирать вещи. Я ухожу, я не могу жить с ним, я не могу жить с тобой, ведь ты обманула меня. Ты всё решила сама, без моего участия. А как же мы? Как наш сын? Ведь ему нужен уход, забота. Я не просил тебя рожать больного ребёнка. Ты сама всё решила, так что выпутывайся тоже сама. Он ушёл, а я осталась с месячным ребёнком на руках. С тех пор прошёл год, мне пришлось пройти долгий и трудный путь, да и придётся проходить его ещё каждый день. Сынок растёт, развивается, с мужем мы развелись. Свекровь со свёкром приехали к внуку всего пару раз. Мне во всём помогает моя мама. Жалею ли я, что оставила его? Нет. Единственное, о чём я жалею, что не сказала мужу. Хотя тоже неизвестно, как бы он повёл себя тогда. В любом случае, я рада, что у меня есть мой любимый сынок. Спасибо всем, кто дослушал мою историю, мне просто хотелось хоть с кем-то поделиться. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, оцените его, пожалуйста, лайком. И напишите в комментарии ваше мнение. Большое спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»